добрый день уважаемые коллеги вот так как формат сегодняшнего мероприятия является брифингом то он больше посвящен для наших коллег юристов и для представителей средств массовой информации поэтому я вас попрошу наоборот если у вас будет возможность поближе сесть и мы не ожидаем сегодня большое количество гостей это направлено для представителей сми спасибо также сегодня вот хотелось бы поприветствовать вас и поблагодарить за то что принимаете сегодня участие с нами сегодняшний брифинг делает сообщество юристов кыргызстана и тема как раз таки посвящена риском и вызовом проекте конституции от 9 февраля 2021 года сегодня вот как вы помните еще раз я хотела бы повториться да что на самом деле сегодня ситуация не изменилась вот после государственного переворота 4 октября 2020 года мы неоднократно говорили о факте того что полномочия джорку кенеш закончены от 28 октября 2020 года после этого они не имеют права принимать стратегического рода решения соответственно все сегодня принятые конституционные законы а также принятые законы в отношении конституционного референдума сам сам конституционный референдум и сам факт того что сегодня конституция меняется парламентом 6 созыва является нелегитимным и сопровождается это с большим законодательными нарушениями я считаю что еще недавно а затем публиковали статью о том что кыргызстан упал на 6 рейтингов свыше по рейтингу демократических стран я считаю что это только начало показателя того что сегодня у нас стране вот принимается ряд мир незаконным образом это очень плохо влияет на наш международный имидж о том что урматы бюгин күгінден катышучилары чоу рахмат келгенміздер учен бюгин бұл масалық малымат карачаттарын окульдору учен веру и чатқан брифинг брифингті наталышы темасы бюгин күгінді ошу конституциялық долбор 9 февралдан шубейлгы 2021 жилдын 9 февралдан сұнышталған бойынша көрсетінгін кандайтыр бір рисктер джана негативті болгон масалер бүнча айта кетейлі деп сұнышталған бүн күгіндің брифингті масы разрешите на данном этапе просто как вводная рассказать несколько деталей к вашему вниманию мы сегодня живем проектом конституции который был принят 2010 году и с изменениями 2016 году и сегодня мы имеем смешанную форму правления но вот предлагается на самом деле была попытка вот предложение двух конституций да проектов конституции от 17 ноября 2020 года и от 9 февраля 2021 года здесь на презентации вы можете наглядно увидеть что на самом деле проект конституции от получается от 17 ноября 2020 года предполагал 61 изменение но на сегодняшний день когда мы начали только анализировать мы обрадовались потому что первые две три главы по правам и свободам человека по верховенству права так или иначе были учтены и мы думали о теперь хорошо конституционное совещание хорошо поработали а оказалось что на самом деле это вот мина замедленного действия и действительно зарыты достаточное количество рисков которые нашу страну вновь могут привести к негативным последствиям и учитывая эти обстоятельства вы можете просмотреть что от 9 февраля 2021 года предложенный проект конституции имеет 80 поправок что с микрофом 80 поправок имеет и исходя из этого вот сегодня хотелось бы ваше внимание заострить на том что предложенной конституции вот на самом деле не совпадает перевод русского и кыргызского языка опубликованный документ написан что конституционное совещание всего лишь доработала проект от 17 ноября это означает что на сегодня парламент до общественного обсуждения она должна по сути принять те рекомендации которые мы хотим дать но здесь так получается скорее всего вот конституционный референдум назначает совместно с выборами местных конечно на 12 апреля 2021 года и это поспешная попытка потому что из 80 предложенных изменений более чем 60 процентов содержат риски и необходимость доработки и не только настоящий смысловой характер но также технически орфографический несопоставимый характер по сравнению с русским и кыргызским языком поэтому мы призываем депутатов джор кенеш не делать поспешные решения и не ставить на 12 апреля 2021 года дату конституционного референдума потому что должно пройти общественное обсуждение и просто учитывая как написано конституция вы не успеваете выставить проект конституции и утвердить в котором содержится значительное количество рисков и еще конституционный референдум пройдет обязательно согласно конституционному референдуму должен пройти повторные выборы президента но как мы понимаем повторные выборы не состоятся потому что об этом нету сказанного но согласно конституционному закону о референдуме согласно подпункту 10 статьи 8 упоминается что все лица которые избираются через выборные процессы не имеют право наравне с конституционным референдумом при увеличении их полномочий выставлять дальше продолжать работать они обязаны обратно прийти через выборные процессы и скорее всего именно те попытки которые ведутся без общественного обсуждения влекут за собой скоротечное изменение конституционных законов которые за собой повлекут автоматически продление расширенных полномочий президента это тоже с точки зрения права является большой угрозой поэтому уважаемые коллеги вот хочется отметить что сегодня мы постараемся вам осветить большую часть из 80 поправок и также по завершению сегодня мы выставим сравнительную таблицу конституции действующей редакции проекта конституции который был предложен от 17 ноября 61 поправками и также проект конституции который был предложен от 9 февраля 2021 года и также хочется упомянуть что на сегодня вот говорится о концентрации власти вокруг института президента право законодательной инициативы сегодня имеет не только парламент но и институт президента курутай народный курутай также кроме этого прокуратура суды мы приближаемся больше к модели именно российской федерации либо же то к чему российская федерация прошлом году марте приняли меры именно к полицейскому государству это больше такой белорусский формат и как развивающейся стране это не совсем положительно отразится на социально экономической ситуации только мы конечно сразу это не осознаем это придет через полгода год после принятия но будут усиливаться меры и полицейское государство это очень плохой показатель и также наши коллеги вот поделятся и каждый самый главный момент из содержания проекта новой конституции будет рассмотрена в этой главе и после этого если необходимо материалы будут предоставлены на двух языках русском и кыргызском языках и вы сможете все эти информации о которых мы говорим виде фактических данных найти виде нашей аналитики который мы отразим на портал сообщества юристов кыргызстана первое слово я хотела передать доктору юридических наук сами тактогазиевой которая как раз таки расскажет вот про отсутствие эффективной системы сдержек и противовесов которым она затронет полномочия и обязательства института президента института парламента и института правительства а также судебную систему спасибо спасибо субтитры учителя а визан был виза а цифриду джон опыту мамлекет иринчирет манипуляция популизм джей в сайси негиздюйлік деген блюдо мук тишунык торгуемез мы замка жена конституция га баши иши герек мы и замды жена конституцианы туду тушу керек тирок октябрдан бери телеке гарши бездин мамлекеттік органдар бардық мизам чыгару органы болу президент болуу миза миза маше испанец синоплаист болуу ушу мизамға жена конституцияға дал келбеген ештердей жасап келкет шат азыр мұна қырғыстаны қолымшылығына дағы жаңы конституция таң ұланып жататты біроқ таң ұланған сөйедегі алар ұшу қырғыстандың қоғымдың жена елдің еркен әлдің еркен әлдің еркен әлдің еркен әлдің еркен әлдің еркен қамтыдығы бірінші рет ошу референдумда қоғылған сұрғылығы тұптамырыміне туыр аймес болғы алар шайлы өчілерді адаштырған мақсатта қоғылған сұрғылығы болжыда ар бір шайлы өчі өз ойын түзі алған жоқ тіләкі қаршы азырғы бейліктің пекирі шайлы өчілердің өчілердің өшу сәйіптен мұндай референдумдің жиндіктары шек жарататты конституция бұл қоғылғы келішім аның ең нағизгі мақсаты бұл бейлікті чекді жанавашу конституцияның жазу қавалу процесі бұлардан татал процес ошу процесді конституциял кенешменің ролю ауттан чоң конституциял кенешмен жек елі долборуду текстін дайырды ойымез алардың түзден түз ең чоң милдеттері барда мисал қалып кетсек конституциял кенешмен өз іштілімінің ұлұттық бірімдікті үшін до консолидация жанар консенсус қалып келіше керек болшыр бізді әзір консенсус бар бі? жоқ қырғыстандың қоғымы без прецедентній сәақту бізді қоғым екеге бөліліп жататты әміне үшін әмкені конституциял кенешмен ең башынан әлі легитемсіз болған, мұйзамсыз болған жана форматы әлі аралық практикаға дау келгенеместі екінші конституциял кенешменің ең негізгі мақсаты бұл жарандардың ұқықтарын жаны әлкен біктерін генейттіп алымиялар чығарғанды ол қорды біз көріңіз көптігін жарандардың әлкей жана алардың ұқықтары тескерісінше генейтілбейлі тескерісінше алар деген кеттерін жататты әндан сұртқары конституциял түзі процесістерінде алар процесістің қамсыз қылушы керекті башқа чайтыққанда тарты би іштеген бардық форматы конституцияға жана мұйзамға дал келіше керек ең негізгі мақсаты бұл конституциял түзі лігитимді іштіріні жоғырулатылшу керекті біроқ біз көріп жатауыз конституциял кенешмені форматы бойынша дағы мұйзамсыз іштеген бойынша дағы бұл конституциялы лігитимді іштірі дәрбейлі тезкерінші жат толғымынның легитимсізді іштіріп салды дәсік болады бізді азыр әміні болып жатақ конституциял кенешменің бардық қылған іштері азырғы айтып келген форматларға далгелген жоғды тезкерісінші алар бізге қандайдар бір жаңы химера конституциялы алып келе жататтық бөзі құйсық болады алын неде башынан әлі азырғы бейлік қырғыстандың жарандарына уада берген жаңы президенттік форма алып келе өз алып президенттік форма демократиялық бағылықтарға далгеледі бейлікті бұтақтар ортасындағы тенгі салмақтылық сақталатты алын мебісті конституциялын текстің қарасақ бұл демократияқ президенттік формасын тересін жамынған бір оқ шындықта бейлік вертикалін жаратқан шынығы суперпрезиденттік формаға алып бар үші конституция жаралық жататты бейлік бардығы бір адамның қолында топ толуғын екіншісі бейлік бұтақтар ортасындағы тенг салмақтылық жоқ көесе біз конституциялын анализдер жатқанда толуғы менің комплексді түрді қарашығыз керекті егерді адам ұқуқтары бойынша бөлімдер жақшы жазылса дәлі бір оқ бейлік бұтақтар ортасында тенг салмақтылық жоқ болса адамдың әркендіктері жаңа ұқыттары ешқачан қор бол болып жаңа кепілдік берілбейді қарап көрілік еміне қандай долборылор шығады президент азырты долбор бойынша референдум шақыралады андасыққары мұйзан долбору жоғыр ұкенешке тапшыралады өпметтің түзімін жаңа құрымын толығы менің анықтайды андасыққары президент көптігін түріғаларды даядай бұл деген конституциялы соқтың жаңа жоғыр құрысын түріғасын ұлыттық банктың түріғасын есеп палатасын түріғасын башқы прокурорды анықтай андасыққары дұшықанын жарым мүчесіндарын дайындайды ең көптігін сот структурасы жаңа күч структурасы президенттің алқанында чоғылып жатапты анынаш оған ерет президентті қанты жоқ керчілікке тарту болынды импичмент процедурасы таталдаштырылып кетті депутатта президентке импичмент жарайылаш үшін алардеген генеральный прокурордың құрып түріңдің алыш керек андасыққары конституциялық соқтың құрып түріңдің алыш керек аламы конституциялық соқтың құрамы президентменен түзіріп жатса генеральный прокурор президентменен түзіріп жатса біз қан тип логикалық түрді күті алауызда алар ошу президентке импичмент жарайылаганға жол береді ошу сөйттен президентке дағы импичмент жарайылаганға бір парламенттің қудіреті дағы күчі дағы жетбейді әбіне өкшін әткені екі жақтан конституциялық соқтың мені жаңа башқы прокурор өзім өлдіп тұрады парламенттар ме болу ада айғарымықтар парламенттікі минимумға чейін қысқартылды депутаттардың саны тоқсон болып қалды бюрок конституцияда қамтылған жоқта алар қайсы шайлы тұтың мені өзінің құқын ешке келеді ма жареттардық система болуы өзіп пропорционалдық система болуы бұл дағы аптан чең шек жарату үші қырда болып жататат амкене жарандар білбейтті қандай шайлы системасы мені өл өкілдөрі парламентке келеді Әмін ұшу парламенттің контрольні функциясы жоқ қойсы жалғыз ғана функциясы қалды бұл деген ұшу мұйзамшығару бірақ ал жердедағы парламенттің депутаттары өзінің павесткасын контрольді албай қалады Әміне үшін амкене мұйзамшығару демілгесі депутаттардан сұртқары жана оң мүм шайлы өтшілардан сұртқары президентке берілі отады министердің кабинетін түріғасына берілі отады жоғар қысотқа берілі отады элдің құрылтай жана башқы прокуратураға қарап көргілі да азыр президентке ең чонгілдеген администрация өзіндің администрациясы іштейді бұл қосын әлдің құрылтай тарағы мене жана генд прокурордың тарағы мене да де-факто парламент жалғыз ғана функциясық қалаватат бұл мұйзам шығару аныдағы парламент өзі контролға алал байыз әміне себептін амкене конституцияда жазып кеткенде үші президент тарағанан жана министер кабинетін түріғасы тарағанан келген демілгелер приоритетті түрді қаралышы керек деп ше бұл парламент әлмен сон системасында мені болғады бұл конституцияғы қайтарылды алардың бардық ұйғары мұқықтары кенгейтілді Бакиев ғағында болған бардық ұйғары мұқтар конституцияғы сотқы берілген біз әгерді тарыққа қарап кетсек біз білейіз да Ақаев тағы Бакиев тағы конституцияғы соттың жарданмені конституцияны арыға үстерді интерпретация қылып өзілеріні ұңғайлаштырып қайта жазылалышқан болшы Адан сұрт қара жоғарпу соттың жаңа конституцияғы соттың судиялары жаңа құрамы тұлғымен ұсып президенттарауынан дағы бекетілік жоғарпу кенгейтін чәчіменен чоғы да сот әділеттің жүрігі бойынша кенгейш болу отады соттың бұдайырды бойынша советпадбару сөзі деген орган чоқ қойасы азырда алымен ұсуын құрамын әділетті кенгейш бойынша құрамында кемдер ұлтырады жарымы студиялар қалғандары босығы президенттарауынан елдік құрылтай тарауынан жына ұқықтық қоңшылықтың өкілдөріліп тұрады бірің жарамдық активисттірағы жерді жоқ көйсі бұл жерді дағы меніңгер отаз бұл сот системасы әділетті сот системасы бол болды. Қорқыныштың нәрселер Қонституциада қамтылған ең біріншісі ол мұл бұл бүлік бұл дақтар арта осындагы Здравствуйте всем. Долгое время сейчас идет спор между юристами, политологами и так далее. В споре между верховенством права и политической целесообразностью, что должно преобладать. Мы видим многие наши государственные органы, президенты, каждый президент, который приходил во власть, говорит, что политическая целесообразность должна преобладать. И вот в течение 30 лет из-за того, что политическая целесообразность стояла выше верховенства права, мы сейчас находимся в той яме, где мы сейчас есть. И, к сожалению, на данный момент, руководствуясь именно политической целесообразностью, нынешняя власть переписывает Конституцию полностью. Хотя мы должны понимать, что закон есть закон. Любое цивилизованное общество, которое живет по принципу верховенства права, в первую очередь должны руководствоваться законом и Конституцией, а не такими размытыми понятиями, как политическая целесообразность, манипуляция или популизм, упакованный под солнцем воли народа. Так вот, была ли воля народа 10 января 2021 года? Нынешняя власть говорит да, что большинство граждан Кыргызстана проголосовали за парламентскую форму правления. Но мы должны понимать, что любой референдум, чтобы считался справедливым, законным, открытым, это должен быть тот референдум, который помог каждому гражданину Кыргызстана сформировать свое собственное личное мнение. Так вот, посмотрев на то, как проходила агитация по референдуму, мы можем с уверенностью сказать, что каждый гражданин Кыргызстана не смог сформировать свое собственное мнение, а больше мы видим, что в корне неправильным, некорректно поставленным вопросом власти просто ввели избирателя в заблуждение. Каждый избиратель не смог сформировать собственное мнение, а мнение нынешней власти было навязано на избирателя. Поэтому в будущем результаты такого референдума будут поставлены под сомнение. Мы должны понимать, что цель любой конституции — это ограничение власти. Это общественный договор. И конституцию следует согласовывать, а не навязывать, чтобы обеспечить приемлемые основы для регулирования различных политических взглядов. Процесс написания и принятия конституции — это очень сложный процесс. И в этом процессе очень огромную роль играет конституционное совещание. У конституционного совещания в любом мире есть огромная миссия — не просто подготовить такой суровый юридический текст документа, но у них есть важнейшие цели и задачи, такие как укрепление национального единства, консолидация и нахождение консенсуса. Сделали это наше конституционное совещание? Я не думаю. Наоборот, то, как они были созданы полностью, нарушая закон и легитимность, они сейчас делят общество на два лагеря, вместо того, чтобы найти консенсус или же национальное единство. Конституционное совещание просто обязано расширять права и свободы граждан. А в новой редакции Конституции мы видим, что есть очень много статей, которые, наоборот, ограничивают права и свободы граждан. Далее, совещание должно обеспечивать и гарантировать инклюзивность процесса построения Конституции. А мы сами видим, да, как было сформировано Конституционное совещание, не было там никакой инклюзивности. Изначально процесс и вообще формат работы Конституционного совещания было просто имитацией и исполнением закона. И написание, редактирование Конституции, которое было спущено сверху. Далее, совещание не обязано продвигать знаний, уважение к принципу конституционализма и верховенства права. А самое главное — это повышать легитимность Конституции. А Конституционное совещание делало как раз наоборот. То, как они работали, изначально незаконно и нелегитимно, они просто делегитимизировали полностью процесс построения Конституции. Ну и в целом Конституция 2021 года. И в итоге что мы имеем? Мы имеем такую Конституцию химеру, которую якобы под соусом демократической президентской формы правления, вот так они нам представляют, а на самом деле это суперпрезидентская Конституция, где есть централизованная вертикаль власти, но идет также манипуляция и вообще популизм. Обратно таки же не до конца. Авторы Конституции, также члены Конституционного совещания не договаривают общественности, о чем на самом деле это новая Конституция. В новой Конституции зарыто очень много бомб замедленного действия. Самое главное, там нет гарантии, баланса сил, а самое главное, система сдержки противовесов. В той Конституции, где нет системы сдержки противовесов, апрайори не могут соблюдаться и гарантироваться права и свободы граждан. Давайте обсудим, почему нет эффективной системы сдержки противовесов. По правам президента. Теперь президент обратно, так же как во время Акаева Бакиева, может созывать и назначать референдум. А мы знаем, да, Акаев в свое время, использовав это право, четыре раза поменял Конституцию. Бакиев то же самое сделал. И это право специально отобрали у президента, потому что они злоупотребляли эти права. Но это право возвращается. Президент вносит законопроекты в Чукар-Кукиниш, определяет структуру, состав правительства. Самое главное, назначает председателей Конституционного суда, Верховного суда, Национального банка, Счетной палаты, назначает генерального прокурора и половину состава Центральной избирательной комиссии. И при всем при этом процедура импичмента усложнилась. Теперь, чтобы депутатам объявить импичмент президенту, нужно получить заключение генерального прокурора и плюс ко всему еще и Конституционного суда. А учитывая то, что генеральный прокурор, Конституционный суд, председатель Конституционного суда назначается президентом, как бы мы можем вообще логически даже подумать, что процедура импичмента осуществима. У нас ни разу за всю историю ни один президент не подвергался процедуре импичмента. А сейчас такой процедурой тем более. Дальше по парламенту. Палномочия парламента сведены до минимума. Появилась норма возможности отзыва депутатского мандата. Далее, получается, у парламента нет уже де-факто контрольной функции, остается только законодательная функция. Даже там депутаты уже де-факто не могут контролировать свою повестку дня. Почему? Потому что право законодательной инициативы, кроме депутатов и 10 тысяч избирателей, дается президенту, председателю кабинета министров, Верховному суду, Генеральному прокурору и Народному Курултаеву. Получается, сейчас для президента будут работать две огромные машины в лице администрации президента и кабинета министров, которые будут готовить ему законопроекты. А депутаты, которые, по сути, остались только единственной властью, это законотворческая деятельность, даже там не могут контролировать повестку дня. Почему? Потому что в Конституции также прописали, что любые законопроекты, которые исходят от президента и кабинета министров, должны рассматриваться в приоритете. Далее у нас сократилось количество депутатов до 90, но Конституция молчит о том, по какой системе будут избираться депутаты. Мы не знаем, будет это пропорционально или мажоритарно. И вот мы уже видим, что идет стильный перевес власти в сторону президента. Парламент, по сути, остается таким карманным, с единственным правом законодательных права, но и там они не могут полноценно использовать. Судебная власть. Возвращается к Конституционной судке, расширяется полностью полномочия Конституционного суда. Те же права и полномочия, которые когда-то были у предыдущего суда, который полностью себя дискредитировал во время Акаева и Бакиева. Получается, судей Конституционного суда, Верховного суда назначается президентом согласия парламента. Но самое главное, председатели теперь не будут избирать сами судей, а президент. У нас теперь не будет Совета по опору судей, а появляется орган Совета по делам правосудия, который будет состоять, получается, не менее 2-3 состава судей, остальные все это представители президента, Джогург-Кукинеш, Народного курлтая и юридического сообщества. Мы не знаем, что это значит. По сути, там не будет представителей от гражданского общества. И учитывая вот эти все, мы просто можем с уверенностью сказать, что независимой судебной системы не будет, то есть и не будет справедливой судебной системы. И в итоге мы можем прийти к выводу, что нет эффективной системы сдержки противовесов, сильная концентрация власти вокруг президента, а в той Конституции, где не соблюден баланс сил, где нет эффективной системы сдержки противовесов, априори не могут быть гарантированы права и свободы граждан. Спасибо большое. Спасибо, Саня. Вот также хотелось бы, уважаемые представители СМИ, обратить ваше внимание на то, что конституционное совещание было у нас создано с 20 ноября 2020 года указом президента, исполняющего обязанности Таланта Маметова, и в составе него работали более 110 представителей. Но в конечном итоге, очень многие даже на выставке переписки, на моей личной странице, и вообще признавались о том, что Конституцию в конечном итоге прописали такие лица, как Ахлобек Чапаров, Зулушев и аппарат президента. Этим хочется уточнить то, что 90%, 85% представителям дали принять участие в формировании второй, третьей, четвертой главы, а полномочия были разработаны самими этими представителями и «Кулуар» на бейдем. Урмат-то масс-медиа хоро-жаттарына добыльдору, насистин добыльмістер, ревния койкетшігер, в день-два конституциялық кеңештен дизмеси, бүрзоң адамнан гөрегу туған, алы 2020 жилдің, 20 ноябрында түсілгін, бірақ ошыл қо-қаравастан, негерді байпақ кетсек, в день-два конституциялық işтеп келешті, үштер келгенмен конституциялың көп болсы, 4-й бөлігін өтшің өзбері қалылшы, ошыл жетті болып, қалған билік бұтақтарының, негер мұқыттарына, тешілі ұрдолымаларының бар бұлым, Ақтыпек Чапаров, Сулушев, Аңнан Сырқары, аппарат президентіле чешіп қошті. Бартық нәрсе құларды түрді болды, ошылдықтан бүгін күгінді біз сексең өз көртіңі ошыл ұсын ұшталған 2020 жердің 19-ші субральді болған авалды көріп жат ауыз. Ошылның жиынтығында емінен айты кетші керек, бүгін күгінді жазылып жатқан конституция, бұл елдік конституция деп сано апдан қиын, ошылдықтан біз парламент өкіндерін қақырып кететілік. Гөзім өрді ашы, мол болудқан қырда авалда ұшында бұл көңіл бұрышыңыз тар керек. Емін етігіндер на біз айтып жатқан рисктер, бұл фундаменталды рисктер, қанча жолу біз ұшылнырсеге дағы башынан ұшылдықтан кәйніп кетшіз керек. В концы қатайлибі обратиться к представителям парламента, што раз куларна записана Конституция, по-любому сейчас это будет решать состав нелегитимного парламента, и у вас есть последний шанс для того, чтобы показать, что вы действительно привержены независимости страны и соблюдению его законности. И с этим необходимо обратить на ужесточающие просто угрозы, которые содержатся чуть ли не 80 поправок. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Следующее слово именно по балансу битвей власти хотелось бы передать юристу по конституционному праву один бактпекулу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...